Друзья, всем привет! Всплывают новые подробности и нюансы самого большого со времен Холодной войны обмена пленными, заключенными, агентами, но тут скорее агенты на иноагентов, на заложников. В общем, обмен последний между Россией и Западом. И стало известно, кто же та крыса, которая действительно была больше всех нужна Путину. Это его дружок из ФСБ Красиков. Почему, как, при чем здесь Абрамович, как это все было. Сейчас расскажу вам очень интересные и важные подробности. Не забудьте подписаться на канал, обязательно жмите кнопку лайк, палец вверх, комментируйте то, что я вам расскажу. И присоединяйтесь к нашему сбору на маскировочные сети для ЗСУ. Итак, вот этот обмен, ну действительно исторический, действительно самый большой со времен Холодной войны. И всплывает все больше деталей, о которых рассказывает западная пресса. И вот Нью-Йорк Таймс дал очень интересную статью. В общем, главный, ради которого Путин и согласился на весь этот обмен, и кого он больше всех хотел вернуть, это Вадим Красиков. Офицер ФСБ России, возможно, офицер Вымпела, спецподразделения российского, тот, который в 2019 году в Берлине убил Зелимхана Хангашвили, чеченского командира грузинского происхождения. И был осужден на пожизненное заключение в Германии. Дело в том, что Красикова Путин знал лично. И целый ряд охранников, есть версия, что Красиков был в охране у Путина, есть версия, что он дружил с охранниками Путина. Ну, в общем, он его знал. Плюс для Путина было очень важно показать, что, мол, мы вытащим, и он был очень, понравилось ему, как вел себя Красиков. Значит, мол, ничего не сдал, никаких подробностей, молчал, и все эти годы молчал. И, значит, Путин хотел дать сигнал таким убийцам своим по всему миру, что, мол, мы вас не бросим. И поэтому Красикова он ставил как главного приз и главную свою цель на обмен. Возможно, ради Красикова и захватывали Эвана Гершковича, журналиста Wall Street Journal, который фактически стал заложником. В общем, такие подробности появились. США давно искали пути вернуть своих Пола Уиллана, который был арестован и удерживался Россией еще с 2018 года. И Эвана Гершковича, журналиста Wall Street Journal, тут еще выборы. Wall Street Journal, одно из ключевых американских изданий. В общем, со всех точек зрения важно. И США активно искали пути это сделать. Но Путин от всего отказывался. И говорил только одно, что дайте мне Красикова. А Красиков был осужден на пожизненное в Германии. То есть, не в прямой юрисдикции США. И для США это было проблемой. Да и в Германии он убил беженца, который был абсолютно легально на территории Германии. Получил там пожизненное. Уже в Германии по этому поводу есть скандал. И пишут, что сотрудники прокуратуры и силовых органов Германии очень недовольны этим обменом. В общем, Красикова отдавать не хотели. А Путин хотел только Красикова. США сначала предлагали дульцевых, вот этих из Словении шпионов с их детьми, со всей семьей. Путин не соглашался. В январе в Тель-Авиве прошла встреча. Тут очень интересно. Такого Карстенса, главного в госдепе по обменам, с Романом Абрамовичем. Интересно, Роман Абрамович тот самый, который в контакте и с украинской администрацией, и с окружением Зеленского. В общем, такой переговорщик от Путина, как вы видите, для многих. Так вот, там Карстенсу предложили, спросили, готов ли обменять Путин на Красикова Навального. Это еще январь, Навальный еще жив. Тогда ответил им Абрамович, что он сомневается. Каково же было их удивление, когда через неделю он вернулся и ему сказал, что Путин согласился. Дальше вы все знаете. Смерть Навального. И опять все это дело застопорилось. Сейчас, похоже, таким моральным призом стал Владимир Карамурза, без которого Германия не соглашалась, чтобы хоть что-то Шольц мог предъявить. Что же он, собственно говоря, недаром 13 человек прилетело именно в Германию. Российских политзаключенных во главе с Карамурзой и Яшиным. А Путину был нужен Красиков. И он продолжал на этом настаивать. Ну, а для США тоже поднималась цена выборы. Выборы и администрации Байдена, теперь уже Харрис как кандидат, но все равно это общая администрация и все это демократическая партия. Очень это было важно. Тут, кстати, появилась информация о том, что до середины октября сняты санкции с Московской биржи, Клирингового дома. В общем, вы все понимаете. Это явно было тоже частью сделки. И были ослабления санкций. Путин тоже получил взамен на американских фактически заложников. Трамп уже назвал то, что получил Путин фантастической ценой, которую Путин выбил из Соединенных Штатов Америки. Путин встретил своего дружка Красикова. Посмотрите, как это было во Внуково. Ну и такой вот гопник из подворотни. Ну, собственно говоря, такой же, как Путин, ФСБшная крыса. И вот тут отдельный комментарий Пескова. Мол, да, очень важно вытаскивать своих, тех, кто служит Родине. Это очень важно. Это дань. Это дань тем людям, которые служат в своей стране. И которые после очень сложных испытаний получили возможность. И благодаря очень-очень напряженной работе многих-многих людей получили возможность вернуться на свою Родину. Там Путин сразу же сказал, что всех их представят к высоким государственным наградам. В общем, подонкам и убийцам России Рады. Байден и Камала Харрис встречали американцев в Соединенных Штатах Америки. В общем, вот такая информация. В общем, вот такая история за этим большим обменом. И знаете, где здесь Украина? Я записывал уже по горячим следам этого обмена видео. Нет тут Украины, к сожалению. И это нужно понимать. И в общем, такое, честно говоря, тревожный это звонок. Украинских пленных там нет в этом списке. Показывает, что обо всем можно договориться. Было бы желание. И о том, что каналы коммуникации между Россией и Соединенными Штатами Америки работают. Хотя уже Салливан сказал, что, мол, ситуация с войной в Украине и обмен это совершенно разные вещи. Мол, не надо тут ничего искать. Но в целом, безусловно, и то, что ослаблены санкции против России сейчас, пусть и очень временно, буквально там на два с половиной месяца. Но все это, друзья, показатель и показатель достаточно тревожный. Ну, а Путину было важно показать своим убийцам по всему миру. Мол, мы вас не бросим. Тоже такая себе история. Из хорошего освобождено целый ряд действительно очень достойных людей. Ну, не все, кого освободили. Это очень достойные люди. И слава богу, что их наконец-то освободил этот упырь из своих заложников. Друзья, ну вот такая история. Держим строй. Продолжение следует... Продолжение следует...